МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Символа праздника Хэллоуин. Весь мир отмечает этот праздник 31 октября. Я предлагаю вам приготовить вместе с нами вкусные, возбуждающие аппетит блюда. Мы постараемся доказать вам, что готовить ресторанные шедевры можно и дома. И не обязательно иметь дорогие продукты, чтобы удивить своих родных и близких. Если вы хотите поделиться своими рецептами, присылайте их со своими фотографиями по адресам, которые сейчас видите на экранах. 01601 Киев, улица Дмитриевская, 30, программа Готуйму разом. Электронный адрес. Готуйму разом. Собачка Укр.нет. Самые простые и интересные блюда мы приготовим на нашей кухне и запишем их в нашу кулинарную книгу. Сегодня мы расскажем все, что нужно знать о чудо-овоще-тыкве. Какую тыкву покупать, а какую нет? Визуально какую бы ты выбрал из этих двух тыкв? Ну, конечно, эту. Ну, вот и все. Крышу снесло. Максимум пользы и минимум калорий. Есть его можно, в принципе, в неограниченных количествах. Как еще можно использовать тыкву? Как с помощью тыквы избавиться от непрошенных гостей? Поэтому, если к вам в гости приехал нелюбимый родственник, от которого нужно быстро избавиться, заставьте его чистить тыкву изнутри. И от злых духов. Пьянице-кузнецу Джеку удалось дважды обмануть дьявола. Рождение нового десерта прямо на ваших глазах. Вот, это фишка, такого не делал никто. Что нужно знать о желатине? Страшная тайна желатина. И как оставаться здоровым в холодную пору? Но зато болеть не будем. Готовьте вместе с нами. Настоящие, интересные ресторанные шедевры из тыквы. Но прежде чем мы начнем резвиться по поводу Хэллоуина, я хочу напомнить, что страна совершенно недавно целиком и полностью праздновала еще один важный праздник. День рождения Андрея Дромова, дорогие наши! И вот сейчас, Андрей Дромов, я хочу тебе подарить полотно, которое я выполнил собственноручно. Вот этими вот руками, которые мне обычно помогают тебе нарезать лук и тереть сыр. Я извоял тебя, заметь, рядом нету Андрея Доманского. Это ты делал? Это делал? А как ты думаешь? Поверь. Приняй этот скромный дар. Спасибо большое. От нашей съемочной группы Андрей Дромов. Ждем рождения! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Дорова! С днем рождения тебя! Спасибо. Спасибо большое, друзья. Мне так приятно. Очень, очень. И разревелся. Пока Андрей Дромов прячет Андрея Дромова, хочу напомнить всем собравшимся, что Хэллоуин в странах Запада отмечают детишки тем, что ходят по домам, стучатся и требуют сладости. Иначе якобы нагоняют порчу. Сладость – это неизменный атрибут хэллоуиновского стола. А что еще должно быть на столе, кроме конфет, шоколадов и разных пряник? Знаешь, как раз Хэллоуин проходит в пору сбора урожая яблок. И традиционно в этот период все готовят блюда из яблок. Но из тыквы мало кто что умеет готовить, кроме чем кашу. Ну да, яблоки – это можно назвать все, что угодно. Да, шарлотки, как мы с тобой готовили, всякие конкурсированные яблоки, запеченные яблоки. Но давай сегодня приготовим настоящие, интересные ресторанные шедевры из тыквы. Итак, сегодня вся Украина узнает, как приготовить вкуснейший тыквенный чизкейк и диетический салат с печеной тыквой от Андрея Дромова. А еще мы поделимся рецептом вкуснейшего крем-супа от нашей зрительницы. Предлагаю начать с самого сладенького – с десерта. Предложение принято, вызов брошен. И я отправляюсь к нашей доске для того, чтобы вместе со зрителями записать ингредиенты для приготовления тыквенного чизкейка. Для приготовления тыквенного чизкейка вам понадобится 300 граммов мякоти тыквы, 600 граммов творога, 200 граммов сливок 30 или 33%, 50 граммов сахарной пудры, 50 граммов воды, 70 граммов сахара, 50 граммов желатина, 20 граммов ванильного сахара, пару веточек мяты, цедра одного лимона. Сложный получился у нас в состав ингредиентов, Андрей Дромов, 10 позиций. И главное же, ничего же не добавишь, не прибавишь. Ну, ты знаешь, максимум, чтобы я мог изменить в данном рецепте, ты же знаешь, у меня всегда свои ресторанные забывания. Поменять тыкву на клубнику, да? Нет, нет, я бы изменил бы творог на крем-сыр Филадельфия, но он очень дорогой. Начинается, все. Сейчас опять все зрители крестят экран. У тебя уже тыква почищена? Да, тыкву я почистил. А какую надо тыкву брать? Здоровенную, маленькую? Важно выбирать тыкву молодую, не старую. Вот та тыква, которая Новый год, отсюда вижу молодая. Потрогай ее. Упругая? Ну да. Не очень твердая? Да. И кожура тонкая. Вот тебе, пожалуйста, правильная тыква. Даже визуально, какую бы ты выбрал из этих двух тыкв? Ну, конечно, эту. Ну, вот и все. И крышу снесло. Конечно, я бы выбрал эту тыкву. Я сам такой. А мы кожуру выбрасываем, мы из нее ничего не делаем, хотя я знаю, что кожура у тыквы богата цинком, которые способствуют хорошему росту ногтей и волос. Именно поэтому, когда вы чистите тыкву, нужно как можно тоньше снимать кожицу, потому что именно под кожицей содержится максимально большое количество микроэлементов полезных. Которые так любит Андрей Дромов вспоминать в каждой программе. А если не заворачиваться по поводу кожуры, то сама по себе тыква и тыквенная мякоть считали в древности это отличное средство против веснушек и против змеиных укусов. Так что тыква это просто чудо, а не овощ. Спрашивайте в каждой аптеке Украины. Ну а лекарством для вашего хорошего настроения станут призы и подарки в нашей программе от нашего же партнера интернет-магазина «Розетка». А победителем прошлой программы становится постоянный участник нашего конкурса Николай Кузовников из Харькова. С чем мы его и поздравляем. Вот этот сертификат на покупку обуви от нашего партнера интернет-магазина «Розетка» теперь ваш. А сегодня мы продолжаем создавать вам комфорт и уют в осеннюю непогоду и разыгрываем сертификат на покупку одежды и обуви в интернет-магазине «Розетка». Кто первым выложит на нашей страничке в Фейсбуке свою фотографию с одним из блюд, которое мы сегодня приготовим с подписью «Розетка», получит вот этот сертификат на покупку одежды и обуви в интернет-магазине «Розетка». Адрес нашей странички в Фейсбук на ваших экранах. Подробные правила размещения фотографий читайте на нашей страничке. Андрей Дромов, как поживает наш чизкейк? Что нового в сотейнике? Прямое включение из сотейника организуем. Смотри, я нарезал тыкву. Да. И отправляю ее в сотейник. С шестой колеи до Одессы отправляется тыква. Тыква. Вы, глазочка, передайте сахарку. С превеликим задуволением. Добавляем сахар. Смотри, Анбиша, тыква начала тушиться. Тушите тыкву, вы взволнованы. Дай мне, пожалуйста, немного воды. Буквально чуть-чуть. Отлично, больше не нужно. Так, немного воды. А сколько нужно варить нашу тыквенную смесь? Смотри, сейчас начнет выпариваться влага. Да. И будет вступать в взаимодействие мякоть тыквы и сахар. И оно будет караменизироваться, увариваться и будет такое немножко тягучее. А тем временем нужно добавить легкие нотки мятки. Мятки? Мятки. Кстати, в этот конфитюр, ну он же джем, мы будем добавлять желатин. Теперь я раскрою секрет для... Теперь я раскрою секрет, что желатин, желатин, производится на одесском заводе желатиновом. Держи желатин. А сейчас страшная тайна желатина. Многие, как и я раньше, разбавлял желатин в теплой воде и был в недоумении. Почему же он не растворяется в теплой воде? А все потому, что желатин прежде стоит замачивать в холодной воде. Засыпаешь желатин холодной водой. Так. Слегка его перемешиваю. Перемешиваю желатин. И отправляю его в холодильник. Сколько ждать? Год, два? Около 50 минут. 50 или 5-10? 5-10 минут. Так, самое время заняться основой чизкейка. Это творогом. Я творог всегда перетираю через сито. Ты протираешь творог через сито, чтобы он был однородный и избавляешься от ненужной влажности. Нужных комочков. Это раз. Мы избавляемся... Во-вторых, мы делаем однородную массу, которая будет очень схожа, как сыр Филадельфия. Но он стоит в разы дороже. Поэтому мы будем хитрить и будем делать из простого украинского творога... В сыр Одесщина или Киевщина, а не Филадельфия. У нас своих областей хватает. Смотри, у нас разварилась уже тыква. Отлично! Ну, получилась какая-то каша уже. Пусть варится. Если бульон тыквой. Каша нам не нужна. Смотрите, мы перетерли творог. Смотри, какая однородная масса. Я вижу. Супер. Давай добавим сюда цедру лимона. Это будет очень вкусно. Так, дай мне, пожалуйста, лимончик. Держи. Терочку для лимончик. Терочку для лимончик. Хорошо, значит, цедру одного лимона мы водрузили в творог. Ее внедрили. Верно. Так. Теперь мне нужен ванильный сахар. Ванильный сахар даю тебе. Добавляем примерно грамм 50-70 сахарной пудры. Так. Андрюш, я перемешал творог. Да. Здесь уже сахарная пудра, ванильный сахар и цедра лимона. Теперь мне нужно отдельно взбить сливки. И прежде чем я начну взбивать сливки, есть один маленький совет и рекомендация. Да. Перед тем, как взбивать сливки, убедитесь, что они холодные. Иначе они не взобьются. Нет. Итак, сливки взбиты. Отлично. Что дальше со сливками? Смотри. Встречается с творогом. Сливки встречаются с творогом. Астросюжетный триллер. Всегда, кстати, есть такой еще маленький секрет и подсказка. При приготовлении кондитерских изделий всегда более легкое ингредиент добавляем более тяжелое. Не наоборот. Отлично. Запишем себе. Теперь же ты задашь мне вопрос. А что же будет с связующим звеном? Что же будет держать наш чизкейк? Что сделает его чизкейком из этой творожной? Можно я угадаю? Можно я угадаю? Яйцо? Нет. Мука? Нет. Что мы замачивали в холодной воде? Желатин! Совершенно верно. Бинго! Из проста же появилась горячая вода у нас на столе. Сколько градусов температура? Примерно 90. Просто... Значит, не горячая, а очень горячая вода. Да. Отправляем, смотри, сюда в мисочку, добавляем горячей водички. Называется процесс распускания желатина? Да. Прямо сюда. Ага, водяная баня для желатина. Да, сейчас он там себе в водичку превратится. Пока хорошенько я вымешаю. Ух ты! Заметь, насколько почти в два раза уварилась наша масса конфитюра. И она превратилась благодаря моему постоянному помешиванию просто в кашицу. Жидкая кашица, варенье тыквенное. Конфитюрчик откладываем в сторону. Наконец. Конфитюр, как только он немного остынет, мы добавим часть желатина, чтобы он тоже сверху был как фармеладка. Так, хорошо, не будем терять времени. Что будем делать? И займемся тарой, которая будет чизкейком. Отличная мысль. Угу. В качестве тары. Оригинально, конечно, было бы взять тыкву, выпотрошить ее, небольшие плоды и подавать прямо в тыквенной кожуре. Мы можем это сделать. Точно? Хочешь? Да. Реально? Не, реально хочу. Да, Маски, ты голубая, два уха. Вот, это фишка, такого не делал никто. Вырезаем сердцевинку, туда чизкейк, сверху конфитюр, сверху закрываем эту штуку, подрезаем дно, чтобы оно стояло. И при подаче ты открываешь конфитюр, чизкейк. Как мне это не приходило раньше в голову? Ну, ты просто позволил мне воодушевиться, Андрей Дромов, твоими кулинарными находками и, так сказать, оплодотворил мою тыкву этой идеей. А я просто выносил ее и родил. Дорогие друзья, смотрите, как у нас получилось. Я тыкву выскоблил до дна. Сейчас она в руках одна. Подай еще мне тыкву эту, я выскоблю ее сейчас. Сейчас. За эту. За эту. Вилла, что ты подсказываешь мне? Давай я своего моушен свой сниму. Честно признаю, что изготовление вот таких вот емкостей из тыквы, это очень трудоемкий процесс. Поэтому, если к вам в гости приехал нелюбимый родственник, от которого нужно быстро избавиться, заставьте его чистить тыкву изнутри, для того, чтобы потом туда мякоть чизкейка инсталлировать. Кстати, если говорить о ценовой стороне вопроса, вот такие вот маленькие тыквочки запросто продаются практически на любом рынке и стоят всего ничего. Одна тыква 5 гривен. Что дальше? Возвращаемся к процессу. Ну что ж, самое время. Так, добавить сюда, вот смотри, желатин распустился. Но он не растворился до конца, или это нормальное состояние, да? Чувствуешь, воняет скотиной. Вот, ну, правда. Я мылся. Нет, смотри, я тебе просто объясню маленький секрет. Да. При использовании желатина дешевого, да, который стоит там 2 рубля на базаре, его делают из костей и жил животных. А есть еще желатин природного происхождения, который делает вытяжки из водорослых дискуссов. Агар-агар. На детском желатинном заводе. Да. Хороший мальчик. Учусь. Молодец. Учусь. Теперь мы отправляем наш конфитюр в холодильник, для того, чтобы он немного остыл. Так. Не застыл, а остыл. Так, хорошенько размешаем нашу творожную массу с желатином. Смотри, Андрюша, видишь, я срезал донышки. Так, для того, чтобы ты бы было устойчиво на донышке. Спасибо. Это для того, чтобы она просто стояла и не переворачивалась. Оставляем место для конфитюра. И сейчас, благодаря желатину, творожная масса начнет... Застывать. Да. Давай, помогу тебе, дай мне еще... Давай. Вот это вот я, полосатенького. Красивенькую самую выбрал. Только немного, ты помнишь, нам еще нужно место для конфитюра. А сейчас, представляешь, снизу поскучу. Вот я, когда так стучу, все знают, свои пришли. Да. Ну, это пока дверной звонок не установили. Теперь я знаю, как легко быть твоим. Ты же мой. А, ну так. Ты же свой, Дром. А ты чего? Мы отправляем также их в холодильник. Ну, а тем временем, пока застывает наш конфитюр и чизкейк, предлагаю нарезать тыкву и отправить запекаться ее в духовку. Для чего? Для нашего салата. Угу. Хорошо. У меня смирикает такая прекрасная формочка. Я видел, она снималась раньше в наших программах. Ломтики тыквы. Это формочка. Буквально перережем их еще напополам, чтобы они не были слишком мелкие, но и не были слишком крупные. Вот так будет самый оптимальный вариант. Окей, ты, босс, ты, шеф, ты отвечаешь за процесс, Дромов. Так. Не перегружаем противень. Если вам нужно запечь ее больше, возьмите противень больше, но не загружайте в несколько слоев, так она не пропечется. Добавляем немного растительного масла, либо оливкового, не суть важна. Для чего? Для того, чтобы их смазать между собой, чтобы они не слиплись. Так, все, теперь остается сверху накрыть все это фольгой. Фольгой. И в духовку температура, время, какие параметры? Да. Я предварительно разогрел духовку до 180 градусов. Ты заметил, что 180 – это, в принципе, оптимальная температура для запекания любых продуктов. Развернутый угол. Да. Обычно для чего фольга. Во-первых, фольга предотвратит сгорание тыквы сверху, а во-вторых, она не даст выйти всему пару. И тыква получится пропеченная, мягкая, сочная. То есть она грамотно испечется? Да. Прощай, тыква. Надеюсь, мы еще увидимся с тобой. Наказано. Так, тыква отправилась печься в духовку. Что делаем? Распишем пулю? Давай-ка нет. Давай-ка приготовим наш великолепный суп по рецепту телезрительницы. Точно. Этот рецепт прислала нам из города Кировограда многоуважаемая Антонина Шепель. Антонина утверждает, что этот рецепт попал в поле ее зрения, когда она путешествовала по Азии. Дорогие зрители, присылайте нам свои любимые рецепты вкусных, полезных и недорогих блюд. И мы с удовольствием не только их приготовим, но и запишем в нашу кулинарную книгу. И не забудьте вложить свою фотографию. Наши адреса на ваших экранах. А теперь приготовьтесь записать ингредиенты для приготовления крем-супа из тыквы по рецепту нашей зрительницы, который мы назвали с Дромовым «Шокирующая Азия». Для приготовления тыквенного крем-супа вам понадобится все ингредиенты выстроились в ряд в ожидании приказов от своего главокомандующего Дромова. Что ты первым пускаешь в бой? С чистки лука. Лук. Андрюша, включи, пожалуйста, плиту на 8 и поставь, пожалуйста, сотейничек. Где-то он у меня здесь будет рядышком. Не нервничай. А-а-а, я понял. Даже на 9. На 9 давай, чтобы мелочиться. Достань крышку, хочешь что-нибудь сделай, прошу тебя. Гениально! Гениально! Дальше что? Так, почистили морковку. Нарезаем кубиками лучок. Очень печет, честно. Какой-то очень ядерный лук. Напевай какую-нибудь песню. Ты хочешь, чтобы у тебя не было ОРЗ, ОРВИ и насморка в принципе никогда? Чтобы у меня не было ничего. Тогда слушай, как Дромов поет. Ныряй со мной, давай. Это очень полезно, Андрюша, тебе говорю серьезно. Но зато болеть не будем. Что, прихватило? Кто тебя просил носом в лук нырять? Полечился, да, уже? Да, лучок порезан. Жалко тебе его. Да. Дядьку тыкву не было жалко. Чиполину разрезал, проследился. Так, морковочку. Детектив морков. Горячо? Да, оно уже разогрелось. Давай сюда что-то лить. Маселка. Ух, суровый у тебя сотейник. Конечно. Давай. Обжариваем лучок, хорошо. Самое время добавить морковь. Андрюша, хочу занять твои ручки, пока ты и так ничем не занимаешься, кроме болтовни. Добавь, пожалуйста, свой труд и почисть имбирь. Так, лучок и морковочка обжарились. Теперь настало время тыквы. А теперь, Андрюша, самое время залить овощным бульоном лук, морковь и тыкву. А что это за бульон? Как он готовится? Чтобы приготовить овощной бульон, нужно взять водичку, поставить ее на плиту и в холодную воду загрузить лук, морковь, корень сельдерея, головку чеснока, ну и в зависимости от того, в какое блюдо, лаврушку и черный перец горошком. То есть в конечном итоге получается такой овощной отвар? Да. Надо, чтобы она не сильно кипела и периодически снимает пенку, так называемый шум, да? И все, бульон готов. А я имбирь почистил. Красавчик, а мы добавляем оба вида перцев, это белый перец и черный перец. Это же перемешать, наверное, надо. И черный перец. Добавили черно-белый перец. Меда по рецепту столовая ложка. Я сейчас на глаз налью. Не надо на глаз, в кастрюлю налию. И добавляем карри. Настоящая специя, которая отличает любое блюдо индийской кухни. Остальное потом будем добавлять? Да. А имбирь? На самом деле в рецептуре вам добавить кардамон, видимо, попозже. Имбирь я почистил. Куда? Забирай его. Спасибо. Но я бы добавил несколько зерен кардамона сейчас, потому что кардамон, он чем больше варится, тем больше он раскрывается. Чтобы мы просто не переборщили с кардамоном. Буквально 4-5 зернышек будет более чем достаточно. Достаточно. Теперь натираем на терочку имбирь. После кардамона? Угу. Так. Имбиря тоже нужно очень немного, потому что он очень яркий. Да. И буквально немного переборщить, и блюдо будет испорчено. Так. Так. Все. Теперь все достаточно хорошенько перемешать. И отставить в сторонку для того, чтобы тыковка сварилась. Мы уже, кстати, на первых этапах можем ощутить с тобой этот настоящий аромат. Азия. Азия, да. Так пахнет Азия. Теперь давай. Сколько должно вариться? Я думаю, что минут 10-15. 10-15. Мы будем пробовать тыкву. Может быть, немножко больше. Хорошо. Все индивидуально. Да. А сейчас что? А теперь давай займемся нашим десертом. Я думаю, что конфитюр уже немного остыл, и самое время его залить в тыковке. Давай проверим вместе. Так. Готово. Так. Забирай. А вот конфитюр. Конфитюр? Но он не загустел. Обрати внимание на борт. Видишь? Да, борт прихватывается. Ты начал прихватываться. Это значит самое время аккуратненько раздить его по нашим тыковкам. И обратно в холодильник. Да. Чтобы застывал. Ну, красиво получается. Очень. Очень красиво. Очень волнительно. Самую большую ты тут налей чуть-чуть. Хочешь, чтобы через край лилось, да? Да, конечно. Открой, пожалуйста, дверцы холодильника. Ой, чувствую, будет ну очень вкусно. Прошу. Благодарю. Так. У нас варится суп. Да. Готов десерт. Проверю-ка я тыкву. Как она там поживает. Так, давай поглядим. Представляешь, достаем, а там золото. Класс. Практически так и есть золотое блюдо. Тыква. Все, посмотри, тыква готова. Супер. Мягкая, идеальная тыква. Так, а это значит, нам нужно быстренько готовить наш салат. Пока оно тут все кипит, быстренько давайте запишем, какие именно ингредиенты нам понадобятся для приготовления салата из тыквы. Для приготовления салата с печеной тыквой вам понадобится 200 граммов тыквы, 60 граммов микса салатов или пекинской капусты, 1 огурец, 100 граммов творога, 30 граммов сметаны, 50 граммов тыквенных семечек, 30 граммов тыквенного масла, базилик для декора. Вот так вот, Андрей Дромов, никаких ужасных ингредиентов. Все родные и знакомые продукты. Все просто творог, огурцы, все, с чем мы уже раньше так или иначе имели дело. Итак, начнем. Мне нужны две тарелки для салатов. Uno, due. Смотри, все очень просто. Мы на серединку высыпаем мой любимый микс салатов. Заправка для салата будет тыквенное масло, которое очень полезное. Дорогой мой, ты знаешь, что тыквенное масло – это не только очень полезное, это еще и очень дорогое масло. Но это очень мало. 200 граммов такого масла стоили столько, сколько золотой перстень стоил. Да? Да. У него темный, такой темно-зеленый, очень красивый цвет. А что мы говорим? Вот и он. Вот оно. Оно на просвет такое рубиново-красное, а по стеночкам дает такой зеленовато-желтый. Давай. Почему у нас будет тыквенный-тыквенный-тыквенный салат? Потому что он будет заправлен тыквенным маслом, будет печеная тыква, и сверху еще будет посыпано тыквенными семечками. Изумительно. Сейчас смотри, Андрей Дромов, когда ты полил тыквенным маслом салат, вот у той тыковки даже началось обильное слюноотделение, и она подобрела своей физиономией. Ты знаешь, как эта история называется? Нет. Это Джек-фонарь. Вот это? Да, неизменный атрибут праздника Хэллоуин, Джек-фонарь, он же по-английски Джек-О-Ландер. Была такая легенда. А для чего его придумали? Легенда, что пьянице-кузнецу Джеку удалось дважды обмануть дьявола. Не будем вдаваться в подробности, как именно он это сделал, но когда Джек отправился на тот свет, за свои грехи его не пустили в рай, а поскольку он обманул дьявола, и дьявол обещал ему не забирать его грешную душу, в ад его тоже не приняли. И вот так вот он освещал себе фонарем, а фонарь получился в результате того, что дьявол дал ему уголек, он забросил его в тыкву, сделал мне вырезы, да, вырезы для глаз, для рта, в тыкву, забросил уголек, и вот с этим фонарем Джек бродил в мескромешной мгле между раем и адом. Очень грустная история. Конитрекаянный мужичина такой этот Джек. Но я знаю, что в Америке на праздновании Хэллоуина его используют для отпугивания злых духов. Да, ставят эти фонари возле домов, и считается, что злые духи увидят фонарь Джека, испугаются и не будут посещать этот дом. Посмотрите, как красочно уже получается. По-моему, замечательно. Очень. Еще достается добавить семечки, и все, да? Так, нет, еще должны у нас быть рулетики из огурца, начиненные творогом, заправленные с сметанкой. Вот, я уже подготовил творожную массу. Да. Добавил в нее немного сметаны, чтобы она была немного жиже, чтобы не было сухо. Правильно. Теперь мне нужно сделать рулетики из огурца. Огуречные рулеты. Сколько огурцов? Самый большой огурец. Один. Слайсы огурца. Достаточно сложная процедурка нам предстоит. Начинить... Да. Огуречные пакетики сделать с огурцами, да? Я делаю вот таким образом. Ага. Так. Наловчился крутить. Конечно. Творожные конусы из огурца. Класс. А тыква, между прочим, очень полезная. И для почек, и для печени, и даже для тех, кто хочет похудеть. Потому как тыква очень низкокалорийна. И поэтому есть ее можно, в принципе, в неограниченных количествах. Особенно, если она запеченная. А для мозгов полезна тыква? Конечно. Конечно. Тыква хороша для тыквы. Так что помещайте тыкву в тыкву. Так, давай доделаем последние нотки нашего салата. Добавим ноточки. Добавим черного перчика. Стремимся к коде. Только перец. Солить мы его не будем. Будем? Будем солить. Да. Сверху. Ты разбил мне сердце. Я думал, что это будет салат без соли. Ну как же. Куда же без соли. И последний штрих. Какой? Это заранее обжаренные, либо подсушенные в духовке тыквенные семечки. Тыквенные семечки. Хорошо. Так, теперь осталось для декора несколько листиков базилика. Твой любимый момент, как всегда, салат из тыквы с рулетиками из огурца. Мы с вилкой готовы. Готов. Да. Друзья, сначала. Попробуй это буйство вкуса. Сейчас, подожди. Такая тыква, хрустящий миг салатов. Я уже пробую. Давай. Тыква классная. Ты знаешь, я когда раньше всегда в меню или читал, или слышал, тыква была скучная, как будто выступление в Верховной Раду. Здорово. Мы очень сильно до сегодняшнего дня, я говорю о себе, недооценивали тыкву. Очень сильно. И если окажется, что тыква настолько же хороша в супах и в десертах, как в салате, это будет мой любимый овощ. Будет главный овощ на моем столетии. Будет король. Тыква король. Дядюшка тыква станет президентом на моей кухне. Остановись, Андрей. Остановись. Еще впереди два блюда дегусте. Ты собираешься меня сейчас в счет не выставить за этот салат? Кстати, в ресторане сколько? Ну, ты знаешь, в ресторане данный салат стоил бы не меньше, чем 60 гривен. А мы с тобой потратили, ну, пусть гривен 15-17. 15 против 60? Пока налоговая инспекция возмущенная общественность отправляется бить рестораторов, мы с вами снисходительно смеемся и над теми, и над другими и записываем рецепт нашего салата с печеной тыквой. Нарежьте тыкву кубиком и поместите ее в форму для запекания. Смажьте растительным маслом, чтобы кусочки не слиплись. Накройте фольгой и запекайте в духовке при температуре 180 градусов 20 минут. В тарелку выложите микс салатов или пекинскую капусту. Заправьте тыквенным маслом. Сверху в произвольной форме выложите кубики запеченной тыквы. В отдельной миске смешайте творог со сметаной. Огурец нарежьте длинными слайсами, сформируйте из слайсов рулетики, начините их творогом со сметаной и выложите по краям тарелки. Добавьте перец, соль и тыквенные семечки. Украсьте салат веточкой базилика. И кушайте на здоровье. Андрюша Дромов, хочу я тебя удивить. Боже, а что это такое? Это тараканы в глазури? Что это, Андрюш? Последний даже не писк, а вопль. Вопль? Моды просвещенной Европой. Пробуй, пробуй, совершенно спокойно. В основе обычная тыквенная семечка. Но она покрывается или пудрой какао, или шоколадом белым, или шоколадом черным, или шоколадом с добавлением васаби, или шоколадом с добавлением малинового джема. Очень вкусно. Да, в Европе сидят такие специальные гламурные бабушки. Все в дорогих шанелях. И тоже в таких специальных пакетиках. Сусальное золото сворачивается конусом. И продают вот такие вот семечки. Так, вот такие семечки бывают в Австрии. Очень коширные. Тем временем возвращаемся к нашему супу. Что есть? Так, посмотри. Тыква разварилась. А это знаешь, что самое время перебить все в блендере. Блендере! Так. Пересыпаем сюда все содержимое. Сюда еще нужно добавить кориандр. Кориандр. Кокосовое молоко. Кориандрей дромов. Кокосовое молоко. Смотри, кокосовое молоко лучше перемешать, потому как кокосовое молоко... Выпадает в осадок. Выпадает в осадок, да, сверху. Угу. Остается такая, как сыворотка. Лей. Андрюша. Да. Дай мне, пожалуйста, мускат на орешеке. Я немного натру его в наш суп. Один. Так. Кстати, есть такое умение, что если немного пожевать мускатного ореха с бадуна, то гаишники не почуют запах перегара. Добавляем немного кориандра. Хорошо пахнет. Ну что? Из не обузаного, да. Так. Прекрасный цвет. И все? Масса однородная? Загляни туда. Так. Великолепно. Да. Ух ты! Всего хватает. Сначала сладкий вкус. Потом это все сменяется пряностью карри. И в конце догоняют нотки белого перца. Ладно, может я попробую? А я не буду тебя слушать. Давай сначала... Он напел мне, как челентано. Я добавлю соли. Дай, пожалуйста, мне тарелки. Кстати, Антонина Шепель рекомендует, если вы готовите много супа, после того, как мы его взбили в блендере, его нужно перекипятить еще раз, чтобы он не скис. Такое детское пюре получается. Итак, теперь для декора мне нужно будет... Я помню, где-то у нас были сливки. А что это ты написал? Приятного аппетита по-японски? Или нет? Ну что, красивенько смотрится. Да, красиво. Посыпаем наш крем-суп тыквенными семечками. Слегка полили сверху сливками. Не слегка полили, а мы нарисовали абстрактный азиатский узор. Угу. Ну что ж. Ты готов? Я готов. Я в Азии, да? Должен сейчас представить. Антонина? В районе экватора вместе с Антониной. Антонина такой рецепт нам прислала. А он острый, этот суп. Очень яркий суп. Очень многогранный, много интересных ярких вкусов и ароматов. Но в отличие от легендарного супа, который мы готовили из дыни, этот суп нужно есть теплым. Не горячим, потому что иначе он будет очень сильно обжигать. И не холодным, потому что он потеряет многое. Холод не даст раскрыться всей гамме пряностей. А именно теплым, как сейчас. Вкусно. Спасибо тебе, добрая женщина Антонина. И спасибо тебе, добрый дядюшка Тыква. У тебя сейчас есть такой рецепт. Наверняка в обверенных ресторанах появится подобный суп. Сколько он будет стоить в ресторане? Да, гривен 70. 70 гривен будет стоить в ресторане. А у нас он получился, давай посчитаем, ну, гривен 12, 13, где-то так. От 12 до 13 гривен. Да. Итак, все, абсолютно все сейчас взяли ручки. Все, кроме Антонины Шепель, которая прислала нам этот рецепт. И записали, как именно готовить потрясающий азиатский крем-суп из тыквы. Нарежьте лук и морковь мелким кубиком. В сотейник налейте растительное масло, поджарьте лук, а затем морковь. К готовой зажарке добавьте нарезанную тыкву и залейте все овощным бульоном. Добавьте белый и черный молотый перец, мед, карри, кардамон, натертый имбирь. Варите суп на медленном огне до готовности тыквы. Затем перелейте содержимое кастрюли в блендер. Добавьте кокосовое молоко, мускатный орех, кориандр и соль. Взбейте до однородной массы. Готовый крем-суп можно украсить узором из сливок, обжаренными или подсушенными тыквенными семечками и зеленью. Приятного аппетита! А еще я напоминаю, что сегодня мы разыгрываем согревающий и от дождя спасающий приз. Это сертификат на покупку осенней одежды и обуви на сайте нашего партнера интернет-магазина «Розетка». Кто первым выложит на нашей страничке в Фейсбуке фотографию с одним из блюд, которые мы приготовим сегодня, и с подписью «Розетка» получит сертификат на приобретение одежды и обуви. Адрес нашей странички на ваших экранах. Подробные правила размещения публикации читайте на стене нашей страницы. Ну что, Андрей Дромов, пришло время десерта? Да. Как поживает наш десерт? Смотри, как красивенько у нас получается. Давай тебе беленькую. Давай мне беленькую. Так. Давай. Это тебе. А я возьму любую другую. Ну что, давай вместе. Я боюсь пробовать без тебя, да. Чтобы мы как Ромео и Джульетта, синхронно. Ммм. Да. Вот нет слов, честно. Знаешь, очень нескромно себя хвалить, но вот это именно тот случай, когда, наверное, можно. Как правило, в данные минуты ты задаешь мне вопрос о цене. Мне кажется, именно в этот раз вопрос о цене не уместен. Это блюдо авторское блюдо. Бесценное, ты знаешь, да? Это бесценное блюдо. Итак, в нашем исполнении это блюдо бесценно, но если говорить о сухом остатке, о простой себестоимости, какую цифру число мы получим? Знаешь, весь этот чизкейк, с учетом того, что мы использовали простой творог. И из дорогого здесь сливки. Все, все, больше ничего. Тыковки дешевые, но кругом веком все вместе с учетом покупки тыквы, но я думаю, что в 40-50 гривен максимум мы уложились. Друзья, нам бы очень хотелось, чтобы вы все-таки отставили все заботы и все дела в сторону, нашли время, приготовили для своей семьи вот этот чудесный чизкейк. Основной акцент на тыкву, назовем его тыквенный чизкейк. А теперь приготовьтесь записать рецепт для приготовления этого чизкейка. Нарежьте мякоть тыквы средним кубиком. Затем приготовьте конфитюр. Положите кусочки тыквы в сотейник, добавьте сахар, немного воды и мяту. Тушите на медленном огне, периодически помешивая. Желатин замочите в холодной воде и поставьте в холодильник на 5-10 минут. Тем временем перетрите творог через сито и добавьте в него цедру лимона, ванильный сахар и сахарную пудру. В отдельной миске взбейте сливки и добавьте их в творожную массу. Тщательно перемешайте. Емкость с охлажденным желатином поместите в емкость с горячей водой на 10-15 минут. Часть желатина добавьте в творожно-сливочную массу, часть в тыквенный конфитюр. Хорошо перемешайте. Выложите творожную массу в подходящую емкость и поставьте в холодильник на 20 минут. Также охладите тыквенный конфитюр. И последний штрих. Залейте остывшую творожную массу конфитюром. Еще раз охладите и можно подавать на стол. Приятного аппетита! Мое утро было очень вкусно. Готовьте вместе с нами и присылайте нам свои рецепты. Их будет готовить вся Украина. А еще мы запишем их в нашу новую кулинарную книгу. Адреса на ваших экранах. В следующей программе вы узнаете все о субпродуктах. Мы приготовим любимый многими печеночный торт и сытный мясной пирог с легкими по рецепту Андрея Дромова. А еще салат из пекинской капусты с куриной печенью и яблоками по рецепту нашей телезрительницы. Все темы наших дальнейших программ вы сможете найти на наших страничках в соцсетях. Адреса на ваших экранах. С вами были два Андрея Дромов и Доманский. До вкусных встреч! Увидимся через неделю! Субтитры сделал DimaTorzok